Детский сад Солнышко, села Яльчики, обратилась в прокуратуру Яльчикского района в стелью привлечения к административной ответственности за ОДУСЛЫ. Благодаря прокурорскому реагированию подрядчик ускорил свою работу и ремонт закончился в кратчайшие сроки. И дети наконец-то начали посещать детский сад. Спасибо прокуратуре Яльчикского района, что помогли нам выйти из этой ситуации. Мы очень благодарны Ленинской прокуратуре города Чебоксары за то, что они помогли нам сделать удостоверение ветерана войны до мужа моего, Кирилла Афанасья Никитича. Очень благодарны. Все хорошо. Они долго с нами возились, но все сделали, довели дело до конца. И мы счастливы и благодарны. Меня зовут Кулькова Надежда Валерьевна. В нашей семье воспитывается ребенок-инвалид. При расселении из ветхого аварийного жилья администрация города АлатРа не учла интересы моего ребенка. И нам пришлось обратиться в прокуратуру города АлатРа Чувашской республики. Составив иск и подав его в суд, наши интересы были учтены и все права ребенка были восстановлены. На данный момент мы проживаем в благоустроенном жилье, в центре города. Центр нашему ребенку подходит. Огромное спасибо нашей прокуратуре и за дальнейшее содействие с нами, и за помощь в нашем обращении. Посвятить себя служению законно и непримиримо бороться с любыми его нарушениями. Это слова из текста присяги, которую принимает каждый работник прокуратуры. Защищать интересы личности и общества государства совсем непросто. Поэтому на данную службу идут в первую очередь люди активные, с сильным характером. Служба занимает у них большую часть жизни. Это не тот случай, когда 8 часов открыл двери кабинета, а в 17 закрыл. А еще у них есть семьи и дети. Их взгляд со стороны на профессию прокурора в нашей программе. Чем занимается прокурор? Что он делает на работе? Он работает прокурором. Ты знаешь, чем он занимается вообще на работе? Да. Он пишет документы и рассказывает, что перезасло, кем прокуратура помогла. И еще рассказывает, сколько преступников посадили в чуйму. Он следит за порядком, чтобы никто не хулиганил, чтобы все работало, чтобы он может открыть хороший магазин и закрыть плохой. Моя мама работает прокурором. Она следит за порядком и помогает людям, когда у них какие-то проблемы. Он всякие бумаги читает. Мой папа на работе пишет бумажки. Работает на компьютере. Профессия папы неинтересна. Он получает зарплату, потому что работает, делает, чтобы все устроено хорошо было и чтобы все хорошо работало. Дмитрий Валерьевич, чем занимается прокурор? Вот что это за профессия? Что вы делаете на работе? Самая основная задача прокуратуры, системы прокуратуры, это защита прав, свобод человека и гражданина. Прежде всего, чем мы занимаемся, это надзираем за соблюдением закона, надзираем за тем, чтобы права граждан не нарушались, как со стороны публичных образований, органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, так и со стороны юридических лиц, работодателей. Ну, как пример, это, конечно же, на слуху защиту прокурорами прав граждан на своевременную оплату труда. Допустим, за этот год, в результате того, что прокуроры вмешивались, проводили проверки и восстанавливали права граждан, работникам выплачено более 65 миллионов рублей. Та зарплата, которую они заработали, но своевременно не была выдана. Завершено расследование 34 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы жителям нашей республики. При этом в подавляющем большинстве случаев по 32 уголовным делам удалось достигнуть полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками. То есть основная цель – это возмещение ущерба, да, причиненного преступлениями, вот по количеству уголовных дел, была достигнута. Предпринимателям, конечно, в этом году понадобилась помощь из стороны прокуратуры, хотя они, как правило, люди самодостаточные, но тем не менее из-за введенных ограничений в условиях распространения коронавирусной инфекции перед прокурорами стояла задача оградить их от излишних проверок. К примеру, из тех проверок, которые уже были запланированы на 2020 год и были утверждены в соответствующих планах, нами было исключено две трети всех проверочных мероприятий. Это порядка полутора тысяч проверок мы из планов исключили и оградили предпринимателей от излишнего административного давления. Кроме того, особое внимание нами уделялось в тех случаях, когда контролирующие органы выходили к нам с обращениями о проведении внеплановых проверок за согласованием их проведения. Порядка 60% нами было отклонено, то есть мы посчитали, что здесь либо отсутствует достаточное основание, либо те материалы, которые органы представили, они недостаточны для того, чтобы пойти и проверять предпринимателя, предприятие какое-либо. 220 таких заявлений контролирующих органов в этом году было отклонено. В настоящее время прокурор занимается абсолютно всем. Мы не скрываем, чем мы занимаемся. Мы открыто рассказываем о том, какие проверки проводим, каких результатов добиваемся, каких нарушителей привлекаем к ответственности и права кого мы можем защитить. Практически ежедневно жители нашей республики видят о работе прокуратуры в новостных выпусках телеканалов, читают о прокуратуре в республиканских и районных газетах, видят о работе прокуратуры в сети интернет. В последнее время мы активно пользуемся и социальными сетями, так, например, начал работать аккаунт, инстаграм-аккаунт прокуратуры Чуварской республики. Мы считаем, что данное направление работы очень важное, потому что чем больше жители нашей республики, жители нашей страны будут знать о том, каких успехов в работе мы добиваемся, чем больше доверия будет нашему ведомству, и больше людей будут обращаться к нам со своими вопросами и проблемами. Ведь зачастую складывается такая ситуация, что люди никому не рассказывают о своих проблемах, боясь того, что никто их решить не сможет. А если люди будут видеть то, что проблемы конкретных лиц начинают разрешаться, они приходят к нам, рассказывают, что зачастую становятся основанием для проведения проверок и даже возбуждения различных уголовных зел. И вторая большая польза от этой деятельности, то, что она носит профилактический характер. Когда мы говорим, что человек за совершение преступления отправлен в места лишения свободы, за совершение какого-либо разрушения, оштрафованную крупную сумму, мы, возможно, остановим каких-то определенных лиц от совершения этих незаконных деяний. Прокурор – это важный человек? Прокурор – это важный человек. Он может прийти в школу, в садик, на работу, чтобы обратиться в СОЛИ, там устроено правильно. Прокурор – это важная профессия, потому что он проверяет, чтобы у всех было нужные вещи. Мой папа объясняет всем, чем занимается прокурором. Безусловно, это важная профессия. Прежде всего, наша задача – это соблюдение прав и законных интересов граждан, человека, организаций. Наша задача – обеспечить неукоснительное соблюдение требований Конституции Российской Федерации, законов, федеральных законов, которые принимаются на уровне Российской Федерации, законов Чувашской Республики. Ну и, естественно, мы, значит, наш отдел, в частности, мы следим за строгим соблюдением городскими районными, нежрайонными прокурорами приказов и указаний генерального прокурора Российской Федерации и приказов прокуратуры, прокурора Чувашской Республики. Прокуроры работали во время коронавируса? Или, может быть, они совсем перестали встречаться с людьми? Мама ходила на работу и проверяла, чтобы у врачей было специальное лекарство и кислородный воздух. Наверное, единственный орган, который ставил эту работу в таком виде, в каком он и был раньше, потому что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, граждане пытаются восстановить свои права. У них есть вопросы, которые они сталкиваются в ходе жизнедеятельности. И поэтому мы приемы граждан никогда не ограничивали. Наши двери всегда открыты. Граждане могут подойти со своей проблемой в любое время, в течение всей недели, во время рабочего дня. Благодаря обращениям и гражданам, например, нам стало известно, что в республике, в аптеках сократилось количество лекарственных препаратов. Благодаря также обращениям, нам стало известно, что в больничных учреждениях сократилось количество кислорода. Мы сразу начали проводить проверки, принимали меры реагирования. И сейчас ситуация выправилась. В нарушении трудовых прав очень много было обращений по несвоевременной выплате зарплаты. Также принимались меры реагирования к руководителям предприятий и учреждений. Мы принимали меры, были оперативные совещания с их участием. И мы в кратчайшие сроки такие обращения старались удовлетворять и принимать меры по защите прав граждан. Пандемия и на нашу организацию определенное свое влияние оказала, на организацию нашей работы. Здесь больше дистанционный способ, так скажем, усиления надзорных функций. Но и появились сферы, в которых потребовалось наше вмешательство. Именно в связи с этой ситуацией, ну, самый яркий пример, в принципе, в СМИ об этом и сообщали, это при начале выплат медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, прокурорами были приняты существенные меры по защите прав, направленные на то, чтобы им всем своевременно и в полном объеме были выплачены так называемые президентские дополнительные выплаты. В результате того, что прокуроры приняли меры прокурорского реагирования, более 3 тысячам медиков было выплачено дополнительно 33 миллиона рублей. То есть были какие-то вопросы со стороны руководства больниц, каким образом эти деньги должны были выплачиваться. Прокуроры заняли позицию, что любые какие-то толкования, сомнения, выплачивать, не выплачивать, должны толковаться исключительно в пользу работников, медиков. И вот в результате того, что вначале мы эту работу провели, большое количество обращений медиков у нас было удовлетворено, эти суммы выплачены. Ну и примерно с мая-июня мы можем сказать, что эту проблему сняли, все вопросы были сняты, и на сегодняшний день такие жалобы нам практически не поступают. Прокуратура Республики активно начала использовать такой вид личного приема, разновидность, как прием граждан, общение с ними по ВКС. То есть через интернет мы использовали не только, так скажем, официальные каналы. В тех случаях, когда у граждан имелся доступ в интернет через общеизвестные программы, такие как Zoom, Skype, выходили точно так же со своих рабочих мест, обсуждали проблемы, вопросы, которые у них возникают, принимали таким образом жалобы протокольно и проводили по ним проверки. Значительное число обращений граждан, принятых дистанционно, было признано обоснованными, и можно сказать, что вот таким путем организованная работа тоже способствовала тому, что их права были восстановлены. Прокурор защищает людей? И как он это делает? Я думаю, что прокурор защищает людей. Сначала к прокурору обращаются люди, потом они говорят, какая беда случилась, и потом он защищает. Может даже обратиться в суд. Папа помогает выплачивать людям зарплату. Он следит, чтобы в каждом доме была горячая вода и отопление. Мой папа на работе защищает правограждан, помогает пожарным, полицейским, рассказывает, как правильно работать, расследует дела всякие там, ему бумаги всякие принесет. Он мне ничего не рассказывал про свою работу. Основная задача, основная функция, то, на что направлены все предоставленные нам законам полномочия, это защита прав, свобод человека и гражданина. Прежде всего, прокуроры нацелены на то, чтобы защитить права конкретного гражданина, как в отношениях его с публичными образованиями, с государственными органами, органами местного самоправления, так и в отношениях гражданина с иными субъектами, с работодателями, юрлицами и так далее. Во главу угла всегда в прокурорском надзоре стоит человек. Мы получаем информацию о нарушении закона. Основным источником такой информации является обращение граждан. Организовываем проверки. По итогу проверки принимаем меры прокурорского реагирования. Это представление об устранении нарушения закона, протесты, направляем иски, вносим постановление о подтверждении административного производства, инициируем процессуальные проверки. И мы, что немаловажно, все-таки оказываем помощь юридически бесплатно. Осуществляя надзор за соблюдением прав предпринимателей, мы в какой-то степени помогаем им получить тоже деньги, те, которые они отработали. Прокуроры мониторят исполнение всех государственных муниципальных контрактов. Когда мы видим, что государственный или муниципальный заказчик не своевременно оплатил предпринимателю ту работу или тот товар, который он поставил для государственных муниципальных нужд, мы реагируем. В этом году в результате этой работы предприниматели получили более 43 миллионов рублей в результате принятых именно нами мер. В числе иных приоритетных вопросов также оставались и надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь за год выявлено более 4 тысяч нарушений, в том числе и в деятельности управляющих компаний. 11 преступлений прокуроры выявили в отношении должностных лиц ряда управляющих компаний, которые нецелевым образом распоряжались деньгами граждан, возбуждено 11 уголовных дел. В рамках надзора за исполнением законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов в результате принятых нами мер в программу капитального ремонта внесены изменения, дополнения. Порядка двух тысяч видов работ дополнено к тем, которые еще были. То есть граждане около двух тысяч многоквартирных домов получат дополнительные услуги в виде капремонта отдельных составных частей тех домов, в которых они проживают. Твой папа ловит преступников? Папа ловит преступников. Он за ними не бегает, он командует теми дяденьками, которыми бегают за ними. Папа ловит преступников. Ему приносят бумажку, где ему надо подписать, что надо его посадить в тюрьму, если он что-то плохое сделал. Папа не ловит преступников. К нему обращается полиция. Он говорит, что сделать, в тюрьму посадить или в суд отправить. Твоя мама ловит преступников? К маме приходит человек и говорит, что случилось. И потом мама идет и ловит этого преступника. Ловит? Нет, судья ловит. Ну, сами лично мы преступников не ловим, но оказываем содействие правоохранительным органам в этом плане. Мы координируем работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Наша основная задача заключается в том, чтобы повысить эффективность этой работы, чтобы как можно больше преступлений было раскрыто, своевременно расследовано и направлено в суд. Все преступления, тяжкие, особо тяжкие, такие наиболее резонансные все, были раскрыты, и уголовные дела в отношении виновных либо направлены в суд, либо находятся на стадии расследования и его завершения. Почти в два раза удалось сократить количество уголовных дел, которые возвращены судами для производства дополнительного расследования и устранения недостатков. Какими качествами должен обладать прокурор? Он справедливый и на работе, и дома. Прокурор должен быть умным, честным, всегда помогать людям. Должен быть сильным, и умным, и добрым. У прокурора должны быть качества строгие. Прокурор должен читать. Расскажи, какая форма у мамы? У мамы есть рубашка и галстук, юбка и колготки. Мама в форме ходит на работу. Папина форма, она такая фиолетово-синяя. У него две больших звезды на плечах. Расскажи, как ты рисовала папу и каким ты его изобразила на рисунке? У него была круглая голова, галстук, синяя одежда, волосы, глаза и шея. В моем рисунке папа был красивым. Он был дома, у него была зеленая футболка и черные штаны. Когда вырастешь, ты бы хотела стать прокурором? Это скучная профессия. Я горжусь своей мамой. Я бы тоже хотела быть прокурором, как мама. Просто мне нравится профессия мамы. Она делает добро людям. Нет. Доктор, он меня дедушка попросил. Я стану доктором-стоматологом. Итак, мнение детей сотрудников прокуратуры и их родителей немного разделилось. Одни считают, что прокуроры целый день сидят в кабинете, разговаривают по телефону и работают с документами. Ну а другие, взрослые, говорят, что большую часть времени все-таки они проводят на проверках. Андрей Валерьевич, как Вы можете ответить на вопрос, чем именно занимается прокуратура и на каких направлениях работы в 2021-м Вы собираетесь сделать акцент? Ну, прокуратура, как надзорный орган, занимается надзором за соблюдением законности, за соблюдением прав человека и гражданина, за законностью нормативно-правовых актов. Поэтому на всех этих направлениях, ну а в этих вопросах, вернее, в мнениях детей и их родителей, чем больше, наверное, истина лежит где-то посередине. Прокуроры одинаково большое количество времени уделяют и работе с документами, и проведении организации проверок. Почему дети говорят о том, что больше времени родители работают с документами, наверное, это вызвано тем, что иногда родители берут, наверное, ряд документов домой и работают с ними еще и во внерабочее время, может быть, где-то в ущерб общению с детьми. К сожалению, такое тоже бывает. Нагрузка на прокурорских работников достаточно высокая. Страна живет в условиях новой коронавирусной инфекции. Это тоже на все сферы жизни влияние оказывает. Поэтому, конечно, в первую очередь мы обращаемся на это. Это на снижение административного давления на бизнес, на то, чтобы незащищенные категории граждан, и тем, кому положено, социальные выплаты вовремя их получали, на сокращение задолженностей по заработной плате. Люди должны получать те деньги, которые они заработали, потому что это тоже снимает социальную напряженность определенную. То есть по всем, что здесь связано, конечно, в условиях коронавирусной инфекции оказывает свое серьезное влияние на работу, а в целом работа идет по всем основным направлениям, как и ранее. И по всем вопросам, на которые граждане обращаются, считая, что где-то, может быть, их права нарушены, ущемлены, либо какие-то вопросы требуют разъяснения. Часто прокурор разъясняет применение тех или иных положений, и это тоже для граждан существенно. Задачи стоят везде перед всеми органами прокуратуры России, во всех субъектах. Приоритеты, о которых мы с вами только что говорили, они во всех субъектах тоже одинаковые. Какие-то особенности региональные, но в целом оперативная обстановка, она контролируемая на территории республики. Каких-то серьезных социальных взрывов, экстремистских каких-то проявлений тоже в республике не наблюдается. То есть в целом республика в социальном плане и в криминогенном, она достаточно стабильная и достаточно благополучная, я считаю. Пользуясь случаем, хочу поздравить работников прокуратуры, ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, успехов, благополучия, терпения. В нашем нелегком труде. Берегите себя.